Ничто так не развивает ум, как путешествие Эмиль Золя. Здесь разрешена проституция и ношение огнестрельного оружия. Анды, вулканы, индейцы, знаменитые Галапагосские острова. Страна вечной весны и цветущих растений. Основной поставщик бананов в мире. Единственная страна, отказавшаяся обслуживать свои внешние долги не по причине финансовой несостоятельности, а из принципов. Это Эквадор. Вы на канале Страны Мира, а значит можете узнать о любой стране. Речь пойдет об Эквадоре, государстве на северо-западе и Южной Америке. На западе Эквадор умывается Тихим океаном, на севере граничит с Колумбией, на востоке и юге с Перу. Численность населения 17 миллионов человек. Столица – Кита. Валюта – американский доллар. Официальный язык – испанский. Для посещения страны виза не требуется. Это единственная страна с безвизовым въездом для граждан всех стран мира. Время отстает от московского на 8 часов. Интересные факты. Название страны означает экватор, в переводе с испанского. В Эквадоре даже есть посвященный экватору память. Примечательно, что находится он отнюдь не на экваторе. Средняя продолжительность жизни в Эквадоре – 75 лет. Средняя заработная плата – 460 долларов, порядка 30 тысяч рублей. Столица страны, город Кита, находится так высоко относительно уровня моря, что атмосферное давление здесь составляет примерно 3 четверти от нормального, привычного большинству людей. Возможно, что из-за этого чаще всего очевидцы сообщают о случаях обнаружения НЛО именно в Эквадоре. В 1940-х годах страна Перу отвоевала у Эквадора спорную территорию в 280 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с площадью всех современных эквадорских земель. Эквадор официально объявил войну Германии в феврале 1945 года. Правда, никаких действий эта страна так и не предприняла. Туризм очень важен для Эквадора, но не туризмом единым, как говорится. Эта страна добывает более полумиллиона баррелей нефти ежедневно. Помимо этого, страна является крупнейшим поставщиком бананов в мире. Здесь самый ровный в мире климат, практически без колебаний зимой и летом. В отличие от большинства других жарких стран, в Эквадоре никогда не бывает тайфунов и ураганов. Зато здесь часто происходят землетрясения. В среднем в год на территории Эквадора фиксируется 200 землетрясений магнитудой более 4 баллов по шкале Рихтера. Эквадорский вулкан Катапахи при высоте в 5911 метров входит число высочайших действующих вулканов планеты. Для сохранения природы и экологии своей страны в 2015 году 13 миллионов эквадорцев приняли участие в массовой акции по высадке молодых деревьев. Всего было посажено более 650 тысяч растений, что является мировым рекордом. В конце 90-х годов прошлого столетия эквадорский президент был отстранен от власти, потому что официально был признан умственно неполноценным. Это единственный подобный случай в мировой практике. Кстати, с 1996 по 2006 год у власти в стране побывало 9 президентов. Иностранные граждане, пребывающие на территории Эквадора, могут участвовать в выборах наравне с гражданами этой страны. Как-то раз футбольная сборная Эквадора приехала на чемпионат мира со своим собственным шаманом. В Эквадоре на местах смертельных ДТП принято рисовать голубые сердца, достигающие метра в диаметре. Эквадорцы унаследовали многие блюда своей кухни от индейцев, в прошлом населявших эти территории. Например, здесь любят полакомиться картофельным супом с кровью. В ресторанах по всей стране подают куй – блюдо из жареных морских свинок. Эквадорское пиво считается одним из лучших на южноамериканском континенте. Соломенные шляпы Панамы для защиты от солнца были придуманы в Эквадоре. В этой стране функционирует одна из опаснейших на планете железнодорожных веток, который называется «Носом дьявола». Поезда движутся по узким путям, проложенным между отвесных скал и обрывом. Кладбище в эквадорском городе Тулькане украшают 300 зеленых скульптур, созданных местными садовниками из кустов и других растений. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.